всем добрейшего 3 июня среда как и предполагали вчера приехали на загрузку пол шестого вечера нам сказали ребятки у вас сегодня грузить не будет стоять там на дороге был не вариант вы глотать и окна не открыть ничего поэтому заехали купили пелемене и вот вернулись перц какую-то стоянку нас нашли для этих для арестованных машин поэтому час от полдевятого выезжаем к девяти чтобы приехать на место погрузки чего ворота не открываются хочешь чуть-чуть открыл не автоматически они же лучше охранник здесь на месте но видишь автоматически вчера выручили то ему лень была на кнопочку нажимать поедем туда-обратно здесь дорога конечно не айс заезжали мы с правой стороны сейчас спросили налево сказали выехать можно тут тоже там тоже конечно не фонтан не автобан но может выедем дорога то вон 200 метров отсюда центральная трасса перепроложить написано что загрузка сегодня с 10 мы приедем пораньше девяти а вдруг нам повезет быть первыми и здесь получше чем там страны заезжаешь вообще дороги нет промзоне это промышленная статьи же магазин тут есть какой-то мясо печень крыло грудка детская птицефабрика на следующем повороте поверните налево там стоять было вообще не вариант просто-напросто не вариант на следующем повороте поверните налево с той стороны сюда не заедешь сплошная а здесь мы вообще-то через заправку да получается с газпром и все и мы на дороге е-мой огонь на следующем повороте поверните направо с той стороны сюда не заедешь сплошная на следующем повороте поверните направо поедем 18 километров и мы снова опять там же поедем 18 километров здорово или что дороги не мало не знаю две полосы мало трип наверно надо в одну сторону чего сигналит странная какая-то детская на следующем повороте перепрыгивать не будем уже не будем все сказали заезжать ну только не становится по-моему загрузка задняя задом что нет наверно развернуться где-то там можно такие заготовки верно верно не знаю пойдем узнавать что открывать было бы офигенно вообще сразу а вот нам нагрузили это уже не заготовки даже а надгробия зачем я сейчас закрою что-то я взял варежки я повезем значит такой груз я еще не возил ты возил нет просто камень для изготовки возил чтобы уже готовы ну что делать два места выгрузки туринская слобода и туринск мент останавливает спрашиваешь что везешь надгробную плиту тебе везут да 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 ну вот как то так а нам пошли зачехляться будем двигать о пробежал кузайн медной горы что полденадцатого все загружены вес у нас тонн 1516 и примерно в принципе нормально здесь дорога ровный будет на что можно газовать где-то 15 половины судя по весам что выходит сейчас на трассу на новосиб новосибе нам надо еще одно потайное местечко заскочить там отметить по хабаровскому хабаровскому рейсу и все две выгрузки у нас туринская слобода и туринск все по дороге сначала слободу выкинем потом потом в туринск так как бы надгробия я еще не возил так камень камнем а когда уже готовые надгробия немножко так чуть-чуть не по себе думали затянется тут все это делание братья солнечного узбекистана закидали мемента море можно сказать за час чуть больше час 15 в общей сложности метров поверните на левом а 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 что погнали еще полторы нам туда а а а а а все же ближе к европейской части уже не стоять уже ехать уже хорошо завтра то мы конечно выгрузится вряд ли успеем через 100 метров поверните направо будем смотреть по ходу дела какой получаться на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните направо ну а теперь путь на новосиб делаем свои дела новосибирске проходим его и по равнинке до омска покатились берд заехали вот стоянка где мы ночевали сегодня как штрафстоянка она тут действует маленьких которые тут уже припарковались наверно навсегда марина не марина надо чтобы до нее заехать так вот пришлось круголя потом рисовать а там дорога совсем нет вы совсем нет там дорога я мы даже не по коленам вот уже ишь строительные гипермаркет работает в порядке а на сто семнадцать кто-то сто тридцать шмарит где он тут мог разогнать зато сто тридцать не знаю кто кого-то поймали на сто тридцать я себе тут явно были не мы все и базы все работает все жизнь налаживается хватит уже болеть чё ремонтика быть так вот здесь уходили налево и потом по параллельной дороге называется улица промышленная ехали в обратном направлении но ехали это мягко сказано на 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 левее будет браться а по мы они вчера в грязные такие стояли плече честненький даже не заметно ливневки он чистил красавца беда 1716 где-то грузился хотя не помню ну где-то тоже в кустах давно давно завод какой-то грузовые ворота четко предприятие мастер но тоже наверно арендует тут мастер и к так это какой-то большой завод был наверно уже никсар байтон как под склады какие-нибудь сдается тоже приличный город маленький такой тоже неплохой город берцк даже лишь ратуша какая-то на вокзале когда-то пожарная колокольня может боясь может вы залека это стройка новый вокзал может делать современный что-то мастерят это наверно центральная площадь может не совсем центральная но площадь макдональдс трудятся все положено макдональдс на я вообще не закрывали закрывали вас россии мы делиться у нас нет у нас закрывали в ангелсе знаешь как точно машине можно было подъехать купить ну понятно а внутри да тушка и у ускакиваешь ты Строительные какие-то базы Все трудятся Все трудятся И мы трудимся Что еще один Авось пронесет Всю жизнь, говорит, вожу Всю жизнь, говорит, вожу эти блоки Никогда, говорит, не высыпались Дай бог, чтобы довез И опять не высыпались Наши эти плиты Допритянуты ремешками Что нас сейчас ждет? Большой шталм Объезды в Новосибилле Пронесет Вчера тут ехали Весело было Через 50 метров поверните налево Сворачиваем, как в сторону дамбы ехать Потому что мы сейчас Рискнем и через дамбу Чукнем, нет? И поедем на Бувринский мост Тут нам надо 3 километра еще проехать Режение грузового транспорта По дамбе ГС запрещено Объезд по Бувринскому мосту Так-то было тут хорошо И все Как-то ездил один раз Не взяли за мягкое место Пронесла Прямо до самой дамбы практически надо ехать Что-то нам тут должны отметить Какие-то еще дополнительные печать Поставить на хабаровские документы Заказчик у нас в Новосибирске Может включить, может, на дамбе нет никого Сейчас услышим По рации Может, правда, через дамбу звоним Значит, 20 тонн направо Вот курс запрещено Курсовикам Ну, смотри, люди же едут Может, спросили Давай спросим Скажите, как там на дамбе стоят, не стоят Как туда-то просто С мигалкой машинка пролетела Там, наверное, сейчас стоят Да, там они там не очень часто бывают Спасибо, принято Я так и не понял, чего Машинка с мигалкой пролетела Да Через 100 метров поверните налево На дороге с круговым движением Съедьте, используя второй съезд Используйте второй съезд Ну, вот сюда правее На дамбу больше сюда На дамбу сюда, да Что будем делать? Будем возвращаться или поедем Готовьтесь к нам на повороту Я думаю, что, наверное, лучше вернуться, да? Машинка с мигалкой пролетела Куда она полетела? О, это шлюз Шлюзы, да Нехилые такие шлюзы Заходит, воды набирают Поднимается Еще тот процесс Посмотреть бы его, да? Понаблюдать бы, вот когда именно сам этот Сам момент вот этого всего Прохода судна Сейчас мы тут свои дела сделаем Потом подумаем Что-то больше грузовиков не видно Еще бы спросить бы, у кого-нибудь Еще бы спросить, у кого-нибудь Тут совсем нету дороги Совсем даже маленькие уже останавливаются Это еще не переезд, это только подготовка к переезду Это еще только к нему подготовка идет Ну, здесь дальше там все Кузовы движения запрещено Ну, раз запрещено, значит что Не поедем? На следующем повороте поверните направо Я думаю, не стоит Я думаю, не стоит Я думаю, не стоит испытывать судьбу Без надобности Мне даже знак внизу Фотоконтроль На следующем повороте поверните направо Давай, выезжай Прямо на дамбу все Нельзя А нам вот сюда Где-то здесь надо сейчас кое с кем пересечься И все на этом На налево нам вот сюда Ага, нам получается вот сюда вот надо В это вот здание На следующем повороте поверните налево Затем прибудете Все, звоним Делаем свои вопросы И едем дальше Вот КамАЗ оттуда пришел Что нам рвануть все-таки Ну-ка еще раз переспросим Что там на дамбе сказали? Нет никого, да? Синька была чиста Ну, сказали уже чисто на дамбе Поехали и мы туда Камеры стоят Что им стоять? Действительно Действительно Ну да Ну да Легкая, какая красота Это точно Ну да Новосибирское водохранилище Ладно, 500 рублей, так 500 рублей Что тут уже? Зато какие кадры Новосибирского водохранилища. Я думаю, если бы здесь по камерам принимались, вообще бы никто не ездил. Вот так, видишь, люди же ездят. Может, потом приходит письмо счастья. Ну, Кемеровский поехал. Местный же знает. Считай. А ладно, да, уже что тут? 500 рубликов, так 500. Я не понимаю, почему здесь надо перекрыть. За чего здесь не пускать грузовики? Насколько бы город разгрузили, согласись. Что здесь такого с ней случится? Ну, там, потом, что еще? Ставьте там весовую какую-нибудь, да? Нет, ну зачем весовую? Прям перегрузы не шли-то. Ну, а по 100 тонн, чтобы не таскали. Хотя, что ей будет? Дорога-дорога. А так, прикинь, мы сейчас выскакиваем, и все, и считаем, мы уже выехали практически. Нам чуть-чуть остается. А так через весь город опять толкаться. Рыбалка все хорошо, да. Ну, естественно. Подъехал, и все. Иди сдам, голови. Кайфуй. Эх, опи, красавица. Сразу рыбку можно губить на месте. Кто-то мы стоим, мы куда ехали? Да, да, кто-то все и делает по городу. Ну, да, камеры какие-то стоят. Ну, посмотрим, придет, не придет письмо счастья. Ну, вот местный новосибирский есть. И, наверное, не ездил бы здесь, если бы письма счастья приходили, правильно? А вот сама ГЭС. Платина. Или тут не ГЭС, тут просто плотина. ГЭС же, наверное. Не знаю, вот в воду сбрасываю. Не, ГЭС, ГЭС, вот видишься. Это электронная штука. Электрическая. Пошалили маленько, но что делать? Придет, значит, заплатим за шалости. Собственные. Сколько времени сэкономили. Это да, факт. Только что говорили, что стояли, вот пока мы там ждали человека. порешать свои вопросы. А здесь уже, видите, уже нету. О, какой храм сразу классный. Так, а что он налево поворачивает? Думаешь, меня направо ведет. Вот они, а они тут ДТП оформляли. Не, меня направо ведет, направо едем. Город, оп, зашли. Вот аэропорт, наверное, недалеко от Толмачевски. Даже стояночки написано. У нас-то стоянка луч. Бесплатный трансфер. Совхоз Толмачевски. Все дела. Тогда, получается, вот сейчас вот пройдем, и все, и мы выходим на федералку. Ой, ТЭКа тут кучкуется. Наверное, база у них здесь. Судя по всему, да, вот их база. Новосибирская. В городе Оппи. В городе Оппи. Да, вот сейчас колечко, и все, на колечке налево, и вперед на Омск. А вот даже самолеты отсюда видны. Прямо получается здесь вот, да? Да, вон аэропорт указать. Буквально вот совсем рядышком. Да, да, вон хвастает только. Торчат самолетные. Торчат самолетели. Да, аэропорт правее. Используйте четвертый съезд. Там у нас остается. А вон, наверное, и сам терминал уже виден отсюда. Стоянки почти пустые. Аэропортовские. Все, а нам на Омск. Покатили. Стоянки обратно ждут. Что, у тебя в кустах еще что-то ловит? Ну да. Ничего себе. А, сидит такой. Солидно обосновался. О, аэропорт. Самолеты отсюда видны. Это, может, выставочный канал? Да, на въезде стоит. А, есть такой. Памятник. Статуй. Зарулили вот сюда поужинать. Комплекс «Зеленая миля». Это уже Омская область. Снимать, в принципе, с Новосибирска до сюда особо-то было нечего. Здесь все есть. И магазин, и банкомат. Это, бездна, Калачинская. У нас уже, правда, вечереет. Солнышко скоро спрячется за горизонтик. Что-то тут вот так грязно на стекле. Вот. Заехали, поужинали. Сейчас вот едем, думаю, куда нам дальше все не ехать. До выгрузки мы не доходим. Чтобы завтра разгрузиться. Чтобы разгрузиться послезавтра, не обязательно не ехать ночью. Уже раздленились по ночам ездить. Местные альпы на ней. Поэтому вот едем, думаем, гадаем. Сейчас порешаем. Ну, Омс-то по-любому сегодня проходим. Время уже 9. Сейчас пока Омск, там туда-сюда. По объездной так уже и будет. Что в 11. Пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя дорогу съезд. Думаю, может, есть смысл встать спать и завтра с утреца по хватку. Используйте второй съезд. Чем сегодня полночи ехать, а завтра полдня спать. Сейчас порешаем. Что мы будем делать. Каенция 4,7 километра. Омск 80 километров осталось. Сейчас еще третье колечко проскочим. Все. И уже и Омск, не считая видать. Саня Шамкетский. Свежие овощи подберли в Сибирь. Ну что, вот уже почти и Омск. Вернее, уже и есть Омск. Уже даже дома видны. Развязка на Павлодар, на Черлак налево, на Павлодар. Что-то запуталось ничто. Запретилось. Вправо-влево крутится. Разворачивает. Кто-то в Омск хочешь, чтобы поехали? В Омск хочется. Зачем? В город, значит. Зачем? Через 100 метров. Держитесь. Думает, что мы так быстрее доедем. Глупое существо. Сомневаюсь. Вон у нас Омск. А едет 4,3 километра. Да, 4,2 километра. Да, это уже колечко. Там, где Газпром. Солнышко уже сховалось, поэтому мы тут подумали. Мы тут посоветуемся? С товарищем. Да, да. И решили, какой резон сейчас валить ночами. Все равно мы завтра на выгрузку не попадаем. Поэтому мы сейчас до Красного Яра доедем. За Ом зайдем. Туда за транспортников. Туда в Красный Яр приедем. И там на стоянку. Вот здесь танковый институт. Что здесь? Танковый институт Омский. Вот здесь? Да, сюда, налево. Военный институт. Оно танковых войск. А точно, вон танк, в танке стоят. Да, да, да. Точно. И там какие-то фонарики съедятся, наверное, там уже. На институт. Часть. Училище называлось, сейчас институт по-моему. Омский бронетанковый институт. Я там сидел. Как-то раз имел честь тут ночевать на этой стоянке. Ой, злачное место. Болото. Набуксовался потом. Зимой. Ничего нет. Ни цивилизации вокруг. Ничего нет. Ну, машин, видишь, много. Ну, я так понимаю, тут, наверное, тоже это по дорожной сети. Наверное. Смотри, все забито. Да. Такая большая стоянка. Ну, я не знаю, там грязище было тогда. Но это был то ли осень конец, то ли что-то. Ой. В сапогах можно утонуть было. Закат у нас красивый. Солнышко прячется. Все время уже здесь вечером. Сейчас пока туда-сюда, вокруг Омска, там то-сё, 5-е, 10-е, и всё уже будет и 11. Тут газпром, Омска. Тоже, наверное, платная, не знаю. На этой вот тоже слева ночевал. Бои тоже болото такое, что. Через 100 метров пересеките. Но тоже, видишь, всё машинами забито. Используя третий съезд. Улица Воровского направо. Не надо тебе на улицу Воровского. Воровского? Е-мое, опять неправильно. Слышь, у меня с ударениями-то все проблемы. Не, ну, может, ты и правильно сказал. Омские подскажут, кто из нас был прав. Воровского или Воровского? Не, наверное, Воровского все-таки. Комбайны кто-то гонит. Каждый раз, как еду здесь, обязательно едет комбайн. Не знаю. Первый раз всегда там. Болесье, наши! Да, гомельские. Интересно, своим ходом с гомелью? Конечно, своим. У них до сих пор едет. Пау года назад выехал теперь. Три капиталки в пути там. Знаешь, свои. Наконец-то здесь асфальт. Уложили. Или поклали. Сам факт, что он новый. А то тут такая вечно была побитая дорожка. Это клячу, как будто я пустой еду. Что-то так бежит хорошо. По хорошему асфальту. Новенькому. Ох, ё-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Вот куда надо? Он прилетел. Тут сиратесаур. Сейчас же смысла смывать нет. Только размажешь. Щетками. Нет, надо перестроиться. Совсем не солидно уже. Ну ладно, вот Милтыш. И вот Милтыш, красавчик. Вот, там даже вот этот буксир бежит. Нет, конечно. Судоходный. И ни разу не видел, чтобы здесь кораблики ходили по нему. Обычно всегда зимой тоже. Что это за зверь такой пролит со здоровой? Что тут пол дубового заляпал? Большой полосатый мух. Да-да. Окропечение скорости 60 км в час. Надо его сейчас остановиться, смыть. И пол лобовика закрывает. Плямбой своей. Окропечение скорости 40 км в час. В Омске до фонаря и на въезде в Омскую область никого. Как и в Новосибирскую, кстати, тоже. Используем второй съезд. Ни карантина в тебе ничего нет. Проедите 1,6 км. Что как у нас? Без 21 с вечера. Это включение скорости 60 км в час. Служба идет. В час. Вайн, на котором я сюда ехал, точно стоял. Вы превышаете допустимую скорость. Да, он топчется. Видишь, он там с той стороны. Возле будки. Так я не допула. Возле будки. Не, на дороге нет. Не спят. Вот так. Казалось, уже время такое. Раньше по началу тут не было. Ну, не спят, значит, не спят. Служба такая. Вот и наш красный ярм. Что, где стоянка-то? Там дальше на кольце, да? Да. Осторожно, там машина на дорогу ходит. Я тут ни разу не стоял. Все, поедем, покажу. Ну, я как-то заезжал с левой стороны, если на кольце. Ну, я там только наеду. На 45 минут. Небольшой. Как раз нам яру здесь вообще ни разу не начали. Вот это вот, смотрите. Да. Мотель написан. Ну, прям в парке. Вижу, вижу, да. Я так вот туда, которая слева. Там тоже кафе в мотелю. А, там чистая асфальт. Движение. Тоже чистая. Съедьте. Используя автороз съезды Р-402. Машина. Пойдем. Пойдем. Туда место дальше, так место не меряем. Через 100 метров. Пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте. Используя второй съезд. Хорош что-то на сегодня. 800 километров прошли. Так, правильно, заезжаем? Да, 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 да. Сейчас поедем заезжать. Да, нет, все правильно. Здесь на весь заезд на машину. Прекрасиво. Перепровожите. Никогда бы не догадался. Здесь к правому повороту есть 200 метров. Это будет поворот? Ну, да. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Крулами ездить надо. По-моему, да. По-моему, да. Спать мы едем. Спать мы едем. Тут мойка с ДО. Я понял, понял, что комплекс такой. Выполните разворот там, где это разрешено. Здесь сборщик налогов. А он там бегает по рядам. Я видел машину ставил, но он там на нее бегал. А, он вижу впереди, да. Сука, время 11. Нормально. Вот и хузяин. Нормочка новая. С Владивостокская. Здрасте. Подорожная. Дорожная сеть работает у вас? Весь. А? Да. По дорожной сети хоть полмиллиона. Ха-ха-ха. Хоть 500. Вот тут газончик такой стоит. Интересно. Сейчас не видно. Завтра будем выезжать, посмотрим. Куда нас загвык. Ага, понял. Вот этот ряд, который смотрит сюда. Вот здесь и остановимся. Наверное, развернемся уже, получается. Туда мы как бы так. Ну да, над хвостом туда. Мордой вниз будем стоять. Есть, хорошо. Резусманом, да? С этим установим. Ну да. Будем сейчас туда. Ну что, все, да-да. Тут такой, смотри, симпатичный такой комплекс, да? Симпатично так выглядит. Все, паркуемся и хорош на сегодня.